Открывая заседание Совета, губернатор Василий Орлов предложил поменять структуру работы этого органа. Теперь Совет будет разбит на отдельные группы, которые будут курировать социальные и экономические блоки. По такому принципу устроен Госсовет. В полном составе главы городов и районов теперь будут собираться не реже двух раз в год. Губернатор отметил, что среди первостепенных задач, требующих решения в этом году, темы, которые в своем послании обозначил Владимир Путин. В частности, особое внимание будет уделено здравоохранению. Только в 2020-м в области будет открыто 26 новых ФАПов. Появится 16 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. До конца года в Преамурье будут отремонтированы все детские поликлиники. Причем ремонт будет на уровне благовещенской стоматологии, открытой после реконструкции в декабре 2019 года. На мой взгляд, получилось неплохо. И наша задача в этом году закрыть все детские поликлиники, ну, закрыть, я имею в виду, ремонтами, сделать их комфортными. Также в этом году Минздраву поставлена задача подготовить проектную документацию на все взрослые поликлиники по принципу прикрепленного населения. То есть, чем больше прикрепленного населения, тем раньше будут сделаны, отремонтированы эти поликлиники. Многие темы, которые обозначил в своем послании президент, уже реализуются в области. Так, например, с октября прошлого года все ученики начальных классов получают бесплатное питание. Но останавливаться на этом нельзя, отметил губернатор. Необходимо, в частности, акцентировать внимание на улучшение демографии, в том числе за счет дальневосточной ипотеки по 2%. В областном правительстве готовится проект закона о частичном субсидировании молодым семьям суммы первоначального взноса. Эта тема будет более интересной для сельских территорий, где, в отличие от города, можно приобрести жилье на вторичном рынке. Мы пока предусматриваем, подчеркиваю, пока, это проект, пока решение. Потому что половину из первоначального взноса, то есть он в соответствии с федеральными порядками, напомню, составляет 20% от стоимости жилья. Мы готовы из этих 20% половину, то есть 10% взять на бюджет. Более того, обслуживание процентов по этому кредиту мы готовы также обсуждать. Среди других тем, которые обсудили на совете, подготовка к предстоящей переписи населения, которая стартует 1 октября и продлится месяц. В ряде районов эта кампания уже началась. В ряде территорий, городах Зея, Тында, Архаринском, Зейском, Ивановском и Тынецких районах главы лично возглавили переписные комиссии. Отдельная благодарность за активную помощь главам тех территорий, где нет подразделений статистики. Это глава Завитинского района Левитин Сергей Сергеевич, Магдагачинска Мамутин Николай Иванович и Селимжинского Беков Мухаммед Бекахович. Здесь же обсудили подготовку к предстоящему пожароопасному сезону. Ожидается, что в этом году он начнется уже с 15 марта. До этого момента главы районов должны провести все профилактические мероприятия, чтобы не допустить пожаров и минимизировать возможные потери. По прогнозам Министерства лесного хозяйства, этот год ожидается не самым благополучным и поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям. В связи с неблагоприятным прогнозом предлагаем завершить работы по механической очистке от сухой травянистой растительности и созданию противопожарных полос и рубежей для защитности юных пунктов от палов и лесных пожаров. Должен напомнить, что с регистрацией первых термических точек, указывающих на природные возгорания, на территории области будет открыт пожароопасный сезон и поэтапно введен особо противопожарный режим, в условиях которого проведение профилактических отжигов категорически запрещается. Уже в следующий раз Совет глав муниципалитетов соберется в мае. Возможно, что заседание пройдет не в правительстве области, а на территории определенного района. Еще одна форма работы, которую предложил губернатор. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.